Звенья тренировал его в одиночной ранговой очереди, Райз и там Кенч со стороны Эмпайр, но тут проблем вообще с этими банами никаких нет, сейчас эти персонажи обязательно уходят в первом раунде драфта. Как обычно, только первый драфт у нас обошелся без Ганпланка и Райза, то есть их не было в бане, и Райза при этом пикнули, ГП не трогали. А ГП разве не забанили в первой игре? Нет, нет, нет. Его еще Вейвиктисы хотели пикнуть, но решили не брать. А, точно, я вспомнил, да, ты прав. Последний бан Эмпайр, тут много вариантов, что можно забанить, и банится Азир, но у Саулиуса очень сильный Азир. Наконец-таки! Что это было сейчас? Ты ждал, пока кто-то забанит Азира, чтобы его не было в играх? Наконец-таки с этим чемпионом стали считаться, потому что он действительно крут, и Саулиус в прошлой игре продемонстрировал просто какую-то безупречную игру на нем, поэтому здесь Тим Эмпайр решили себя обезопасить и просто его забанили. Да, безупречный Император Шуримы, однако совсем не безупречной была в том матче игра Тим Дифференшал, и мне кажется, что Эмпайр сделали слишком нишевый бан, и, возможно, выпустили Каллисту для Винсента зря. Винсент был одним из первых Каллиста-плееров в СНГ, ну, как и, в принципе, все тогдашние стрелки Старсерии, но при этом он стал очень сильным на ней к концу летнего сплита, одним из самых сильных вообще игроков, наверное, нашего региона, и их связка Каллиста-Тамкенч, на которой тогда еще не играл практически никто, она очень сильно взорвала гранд-финал. Так еще совпало то, что, во-первых, и Винсент на Каллисте действительно здорово отыгрывал, так еще и Ликрид был один из главных тамкенч-мейнеров, который не побоялся его сразу же выкатить, при условии того, что он только в первом патче появился и играл уже на тот момент на нем очень-очень хорошо. Маргана для Сантоса и Риксай для Мемента, двоих основных пика, Скэш при этом забирает трэша, то есть Нави очень осторожно драфтит, это персонажи, которые не могут быть плохими, потому что связка Каллиста-трэш, она универсальная. Поппи — это пик, который может пойти все еще на две линии. Они решили не рисковать, посмотрим, во что дальше это превратится. Все-таки, скорее всего, Поппи — это будет лесная пак. Хотя, может быть, Нави уже и тренировали топ-лейн Поппи. Она не так очевидна. Она не так очевидна, да. Лесная Поппи, она очень проста в том плане, как ее нужно разыгрывать. Если в Поппи поставить хороший матчап на верхней линии, то она, конечно, может быть катастрофически сильной. И она имеет такой потенциал, будучи танком, ваншотить многие цели. Это тоже очень приятно. У нее очень много уровней за счет топ-лейна именно приходят. И предметы слишком затанкованы. А уровни дают ей урон. И любой подставившийся АДшник, он слишком сильно от нее страдает. И сейчас Поппи слишком сильна своим набором умений. Она слишком уникальна. Такого набора умений, как у Поппи, нет ни у одного персонажа сейчас в игре. И Team Empire берут Лиссандру и Люцина. Лиссандра все еще может пойти как на верхнюю линию, так и на среднюю. Мне почему-то так кажется, что это все-таки средняя линия. Хотя Мумус уже играл на Лиссандре. И, кстати, играл на ней здорово. Правда, в той игре Team Empire проиграли. У них просто не хватило в нужный момент пауэрспайков. Они играли против двух танков, против команды Торнадо Рокс. И им не хватило вот этих войт-стафов, чтобы пробивать этих танков. Возможно, на Ви стоило забрать Лиссандру самим. Потому что теперь они оказываются в положении, когда они не знают вообще, что происходит с драфтом Empire. Что это значит? Это будет какой-то другой топпер, это будет какой-то другой мидер. И у них на ластфике осталось как раз два соло-лейна. И Олаф, кстати, они выбирают вообще отличное решение. Они берут двух персонажей, оба из которых, но Фиора не так хорошо работает, да, в этом плане. Ну, здесь есть возможность того, что Team Empire сами заберут, допустим, ту же Фиору в матчапе против Олафа. И если хоть раз Олаф умрет, то потом эту Фиору будет слишком сложно остановить. Ну, это любой матчап для Фиоры сейчас. И это единственная причина, по которой нетанковый топпер Фиора все еще востребован. Ох, да, это может быть вообще быть. Но нет, нельзя ни в коем случае сейчас брать Барда, потому что Калисто трэш, они слишком хороши против Барда будет. Вообще, сам по себе трэш, он является таким контрпиком. Так, это что, Моргана для Паранойя получается? Или как? Или Моргана для Мумуса? Просто я помню, что Паранойя вообще, он вошел в сцену как мейнер Морганы мид. И Моргана является очень неприятным пиком для любого персонажа, который хоть что-то пытается делать на мидлейне, кроме фарма. То есть Ария один из них и... Да нет, просто пока не выбрали. Как-то мансует с пиками своими. Кстати, Паранойя тоже очень неплохо играет на ЛБ, но опять может сказаться проблему большого количества АП-дэмэджа и отсутствия какого-то каких-то многих танков здесь. Потому что у Na'Vi есть уже брузер, есть достаточно сильный танк, и у них возможности разыграться побольше будет. Да, и у них очень мобильные персонажи, поэтому Эмпайрам придется поспешить в этой игре, а иначе на позднем этапе игры у них практически не будет. На поздние есть возможности еще, но там надо... Играть из преимущества очень желательно. Вот эта 30-40 минута для них может быть очень опасна, они могут просто в этот период проиграть. Да. Ну и, конечно, любой разогнанный персонаж на сайдлейнах у Na'Vi, это либо Калиста, либо Фиора, они в одиночку могут просто выиграть этот матч. Ну, против Калиста все-таки здесь есть возможности как-то биться. То есть здесь есть и биндинг Моргана, который случайно может залететь, есть и сам по себе Люцен, у которого неплохой матчап. То есть в один на один ситуации он может попытаться переиграть Калиста, то есть дэмэджа у него хватает. Ну и, конечно же, ЛБ с Лиссандрой — это те два чемпиона, которые ее просто могут ваншотнуть. Совершенно верно. Однако, опять-таки, вот проблемы, да, дабл-апс этапов, когда ты берешь Лиссандр вместе с ЛБ, это просто КСС, ты просто берешь КСС. КСС против Лиссандрой работает действительно хорошо. И главное здесь не столкнуться с той же проблемой, которая была в прошлой игре Empire, когда Мумус уже в лейтгейме пытался ультить в цель, которую не надо было ультить. То есть он ультил в AD Carry в Star Scream тогда, потому что они проиграли команде Tornado Rocks, и тот просто QSS-ился и уходил из контроля. И Лиссандра все-таки должна выигрывать для своей команды время и стараться просто максимально себя продать. Он вообще давал ультимейт в Корке с Малморхиусом или что-то в этом роде там было. Или в Бебе, да. Да, да. Ну то есть там были странные мувы, однако можно понять Empire, они все-таки пока что только набирают свою форму. У них явно огромные перспективы с этим составом, потому что как-то вот к LCL, мне кажется, все игроки, они пытаются сейчас показать свой лучший уровень игры, потому что этот вот сезон, да, например, ну, для игроков, которые долгое время играли и не могли ничего выиграть, к которым, например, относится тот же самый паранойя, да, что этот сезон ты либо выигрываешь, или ты проходишь на серьезные этапы, либо твоя карьера, скорее всего, будет скоро завершена, потому что любого игрока можно заменить, появится скоро новая свежая кровь, и надо выступать прямо сейчас хорошо. Это, то есть выступить в этом сезоне хорошо, а в конце сезона там повесить объявление, купите меня, пожалуйста, купите, заберите меня в какую-нибудь команду, я хочу еще один сезончик покатать. Ну, это, кстати, тоже как вариант, что поделать. Такова уж карьера про игрока. Если раньше действительно очень важно было, как в целом команда отыгрывает, то сейчас за счет того, что стало престижно просто даже в лиге играть самой, потому что каждый игрок сможет себя прокормить, является важным, и именно свое индивидуальное умение постоянно как-то повышать, чтобы быть как раз-таки конкурентноспособным на этой сцене. Ну и при этом начинается у нас матч на V против Empire, завершающая игра сегодняшнего игрового дня. Это вторая неделя LCL. Мы пока только начинаем набирать обороты, и эти игры далеко не являются показателями для всего сезона, но они могут многое определить на будущее. Да, так оно и есть. И мы непосредственно переносимся в игру. Вообще, опять-таки, мы вот в этой статье про Поппи, мы и лесную Поппи тоже обсуждали. Кстати, это самый классный скин на Поппи. Лолипоппи? Конечно. Но у нее сплэш-арт не очень понравилось, как переделали сплэш-арт, потому что остались и отсылки к старому, и... С лицом на леденцах. С лицом, да, на леденцах. Да, 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 да. Ну, вообще, я бы сказал, что вот Лолипоппи, это, наверное, один из самых ярких вообще мемов, который был сделан именно из Riot Games, а не с помощью, ну, как бы, комьюнити, потому что этот скин, это... Я помню, как он мне однажды выпал из бокса, и я так радовался. Это действительно... Вообще, ну, это был ежегодный, я помню, мой любимый конкурс на англоязычном форуме Reddit. Там была тема ежегодный Лолипоппи-контест. Вы должны были пририсовать самым, вообще, самым, не знаю, глупым образом лицо вот этой Лолипоппи к любому другому скину. Можете просто загуглить Лолипоппи там и контест Лолипоппи. Это просто, не знаю, ваш вечер будет сделан, я вам обещаю. Ну и, кстати, Na'Vi, это вторая команда, которая за сегодняшний день собирается свапать линии. Сейчас... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Может оказаться в очень неприятной ситуации. Мементо там пытается крагов доделать. Ииии! Скэш ворует его! Это очень важно! Это полностью ломает тёрли-гейм для Лесника Эмпайр. С учётом того, что Мементо потратил свой смайт. Я не знаю, по-моему, вот, ну, вообще, истории Лозанни и Скэша, это либо просто Скэш, он невероятно фейлит, по словам Лозанни, либо он просто ни с того ни с сего берёт и полностью ломает игру оппонента. Ну, то есть, это вот сейчас очень критично. Мементо это Лесник, который с самого начала игры выстраивает игру своей команды и сам свою игру тоже выстраивает. Мы, кстати, нагло решили Мементо с Мумусом отыгрывать. Красный баф. О, тут играют по Саулиусу. Очень много людей, но и Скэш тоже здесь, и Саулиус, скорее всего, выживет. Санто за ним гонится. Здесь Лозанни, Санто с миспозиции. Сможет ли Скэш его подцепить, цепляет, подходит Лозанни и... Скэша появляется. Нет. Хука уже не будет. Да, сложная была позиция. Ну, в итоге, никто не умер. А Красный баф, кстати, свой Эмпайр изобрали. Там даже по 3 до Самонеров невыгодно получилось для Паранойи. Санто Игнаин тоже прожал, и Мементо сейчас в беде. У него всего 2 крипа, у него все еще 1 уровень. Рикса и 1 уровня на 4 минуте. Где это видно, где это слыхано? Ну, они просто, получается, сейчас забирают только 2 кемп. Это уже идет 4 минута, это действительно мало, поэтому так и выходит, что по опыту они будут отставать. При этом Лазаньи и Звеня сейчас еще и подфармили вражеский лес. Звеня направляется на нижнюю линию, делает телепорт. Ну, его идет страховать с кэш на случай, если оппонент подумает о дайве. Ну, и дайвить, конечно, Фиору и так. Опасно 1х2. Ну, Мумусу надо тоже обязательно сейчас делать телепорт, потому что очень большой Они, по-моему, планируют дайвить бот, но это очень опасная идея. Они не готовы к дайву, к этому. Цепляют Бульбазавра. Нет крипов, нет ничего. Зачем тебе Сандра? У Мумуса даже нет третьего уровня, чтобы максимально много выдать контроля и дэмэджа. Ну, хотя бы, точнее, даже хотя бы какой-то контроль и дэмэдж выдать, потому что комбинация EQ не даст контроля, комбинация QV не даст инициации, он не сможет заехать в драку. А на топ-лейне пропало два пака крипов, которые Эмпайры просто потеряли. Ну, и здесь проблемки у Саулиуса. Его подвязывают, Мемента играет с флэша, и это, возможно, Ферстблад для Эмпайр доиграть, BXO, Игнаит пошел по паранойе, на Ави могут забрать, ФБ подбрасывают лазанью, он забирает пассивкой, Ферстблад, 1-0 в пользу на Ави. Вот здесь все пригодилось. О, еще и танец, еще и танец, напоследок станцевал. Ой, как, как, мне кажется, Мемента здесь немножко слишком... Он второго уровня. Он второго уровня, но он мог попробовать как-то агрессивнее сыграть, потому что возможность убить Саулиуса была, и получилось все... Ран развернулся, да, ты думаешь? Да, 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 да. Надо было просто сделать дополнительную автоатаку, а там бы уже красный баф, скорее всего, бы доел. Да, у Эмпайр поломанный на Апрочерли Гейм, слишком много неудач их преследовало. Правда, Мемента пытается нагнать сейчас Лазанью 14 на 17. По опыту у него слишком мало сейчас. Все еще здесь просто неприятно, потому что у Нави сейчас обе линии фармятся, и фармятся хорошо. Винсент Вега пытается как-то законтролить линию, и в дальнейшем Мумусу будет просто опасно заходить так далеко. Да. Ну, Эрикса идет на топ. Интересно, что здесь сейчас получится, потому что это может быть лейнганг, это может быть подстраховка. У Мемента нет флеша, и здесь максимум, что получится, мне кажется, это выбить вражеский Симона. Ну, при этом так-то Калисто 5 уровня, не, ну, это как-то слишком очевидно. Ну, просто не дают зафризить Калисто. Да-да, зашел запушить линию. И Винсент проверяет Мумус, не произойдет ли фриз. Да, фриза не будет. Всех крипов здесь Винсент должен забирать. Калисто фармит, ей никто не мешает. Точно так же, конечно, и Уэмпайр идет. Но при этом Фиора чувствует себя намного сейчас комфортнее. Да, вот здесь важно то, что именно Фиора получает и экспы много, и фарм. Потому что скэш страхует. Все дело в том, что сейчас на Лиссандру топ-лейновой нельзя сказать, что итомизация такая уж дешевая и простая, потому что, ну... Да, она и не является дешевой. Ро-ро предмет классный на Лиссандру, однако собирается, он сейчас долго, ему нужно настакаться. И если ты просел в Верлигейме, то есть нельзя сказать, что Лиссандру, если раньше, да, там сравнивая итомизацию Фиора и Лиссандру, ты мог сказать, а, Марвелл на Микон Лиссандру с луситками, все, она собрала все, что ей надо. А потом Жоню там еще через пару минут и все, отлично. Сейчас Ро, там, Эбисел и только после этого Лиссандра что-то дает. Ро, Эбисел, Жоню и потом четвертым предметом идет Войт Став. Во-первых, эта итомизация уже очень дорогая. Она, конечно, сильная. Лазанья заходит, у Момоса могут быть проблемы, но... Лазанья не стала прыгать. Ну, здесь все опасно было. Хотя, в Лазанья флэша-то не было, да. Он не мог долго танчить, потому что Винцент достаточно далеко находился. А за Санья здесь, наверное, не получилось бы. Там смещается Мемента в сторону нижней линии. Сейчас здесь Крагов пытается забрать. Кэш находится в миспозиции. По нему играть сейчас не получится и Нави здесь просто отступают. Хук пошел. Будут ли Менты пытаться разыграть? Витал бы чуть-чуть поудачнее расположился, было бы опаснее. А Саулиус здесь напрягает слегка паранойю. Тяжелое очень положение для Эмпайр, несмотря на то, что все ровно-ровно, но потом, когда Фиора встретится с Лиссандрой и не будет отставать, то у Лиссандры будут проблемы. За то, что Фиора вообще она прекрасно стоит против АПшников после определенного количества предметов, потому что не так круто работает визаж. И если вы еще собираете там гидровизаж, то АП-топпер просто не может с ней ничего сделать. Ну и тем более не особо сильно дамаживающий, как, допустим, какой-нибудь Райс. Райс еще при какой-нибудь ошибке Фиоры может попытаться переиграть и просто раздамажиться сильнее. как раз таки у Лиссандра такие опции отсутствуют. Не говоря уже о том, что теоретически, конечно, это не так просто, но ты можешь за Лиссандр просто весь свой ультимейт влить в репосты, и он не нанесет ни урона, и ты еще и застанешься, и тогда ты умрешь 100%. Ну, мне кажется, пора Нави делать какой-нибудь свапбэк, потому что есть уже седьмой уровень у Калиста, и можно пытаться использовать как раз таки ультимейт. Возможно. Возможно. Хотя Маргана Люциан очень сейфовый бот, по ним играть будет сложно, для этого нужна обязательно будет поппи. Лазанья гонится за Сантосом, есть красный баф, и замедляет он Сантоса, Блэкселл сбивает. Это бессмысленно, потому что Сантос просто здесь убежит в любом случае, и даже флэш не будет прожимать. Ну, еще и Лазанья сбивает Б. Кстати, он достаточно много демэджа нанес. Ундерлорд, что поделать. Ну, а на мидлейне продолжают мидлейнеры просто фармить. При этом небольшое преимущество у Саулиуса все-таки есть. Сказывается, в киллверли гейме сказывается отсутствие бэков, а сам по себе предмет Саулиуса сильнее. Негатрон не позволяет Лебланке вообще никакого урона наносить, а все-таки Спалфифедж, который собран первым у Паранойи, он достаточно слабый предмет сам по себе. Ну, и будет проблемкой, когда Саулиус дособирает свой Эбиссл, а у Паранойи на тот момент не будет Дэбиссл. Сейчас уже по Звене пытаются сыграть Эмпайр, и Звене в мисс позиции, ульту он потратил в Мумуса, и будет ли пытаться что-то здесь разыграть, ждет репост, на репост нескоро, Кушка через 3 секунды, только Ешка через 2, и сможет ли он что-то здесь придумать. Нет, выиграл времени достаточно много, но это никакого результата не дает. Там еще и на подстраховку шел Паранойя, поэтому здесь Звене в любом случае умирало, а вот Нави просто бросили утопающего. Ну, кстати, если дайв получится сейчас на боте, можно на это ответить. Это во-первых, а во-вторых, у Звене есть Эмпайр что-то чувствует, не собираются здесь оставаться. Бульбазар при этом даже не даст вышку сильно прохарасить. Ну и ворды взаимно зачищены. Ферра свой телепорт тратить на верхнюю линию не стала. Это интересно. Ну, кстати, еще Эмпайр здесь и оформляют вражеский синий, отвечая на то, что сделали Нави. Немножко Лазанья потерялся на карте после своего первого килла и позволил Мемента полноценно в игру сейчас вернуться. Но это связано во многом с тем, о чем мы говорили, как раз, что против Марганы, против Лиссандры за Поппи не так просто найти себя, а против Лебланки, опять-таки, ты можешь ей не давать играть, но и сам ты против нее сыграть толком не можешь, если она на линии осторожно стоит. Эмпайр забирает, точнее Нави забирает раннего дракона, даст им возможность уже где-то как раз-таки к минуте 35 попробовать оформить пять драконстаков, но неизвестно, получится ли у них вообще как-то надеяться на этот объект. Саулиус пытается сыграть по Мементу, но это просто ошибка Саулиуса в миспозиции, из-за этого он был вынужден потратить пульс. Да, здесь зато не... Ой, Саулиус, вторая ошибка, он отфлэшивается, у него проблемы громадные, телепорт сюда летит от Звени, но и Александра тоже будет здесь, и возможно Звени сейчас тоже может отъехать, правда, заберет ли он с собой Мемента, Мемента долго живет, его забирает Звени, появляется Лазанья, раскручивает свой огромный молот, промахивается вердиктом, и Лазанья уйдет, но и Звени спас, а Фиора в итоге получила килл. Фиора получила килл, а вот килл достался со стороны Эмпайр, по-моему, Мемента. Да. А, нет-нет-нет, Параной, 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 да. Точно, Мементу на дроби. Уже был, да, скилл он. Очень такие две грубые ошибки подряд были от Саулиуса, сначала он подставился под Риксайю, а здесь, кстати, Лазанью можно было сейчас убить, он очень так... Ну, это и пытается сделать все. Как раз просто Эмпайр думает, Лазанья, ты что, совсем уже, что ли, так играть? А Лазанья просто бьет по голове леденцом нельзя. Слишком бесплатный килл получился здесь для Эмпайров, потому что это они никакие самориные. Да, Лазанья Лазанья любит отдавать льготные киллы. Базавр идет прям вперед с Ешки и Люциана и... Ну, скажешь, попал в биндинг и не смог как-то сыграть по Люциану здесь. При этом, скажешь, почему-то поражал свой ультимейт. Ну, сыграли обе стороны сейфа. Ой. Неприятные. Пауки проходят. У Бальбазавра есть ультимейт. Следующий пак крипов, если надо будет, он просто отпушит и сможет бэкнуться. Вышки, кстати, все еще не падают. Такой поломанный свап получился немножко. Да, да, да. Потому что обычно сейчас команды предпочитают играть именно на то, чтобы снести как можно раньше тир-1 вышки на боте и на топе. Здесь пока что не получилось. Ни у Нави, ни у Эмпайр. Это точно. Разница по золоту небольшая в пользу Эмпайр. В игру они вернулись. Лазанья теряется на попе все сильнее и сильнее. Не может ничего сделать. А Мемента, несмотря на ужасное начало, он, во-первых, вывез огромное количество фарма. Я вообще не понимаю, как у него может быть сейчас 60, при том, как начиналась игра. И он по уровню уже Лазанью обережает. Он скоро паранойю обгонит. И вообще, я не знаю, Мемента вытворяет невероятные какие-то вещи. Ладно, из преимущества играть или из равного положения, но когда ты так сильно отставал и там многие лесники бы просто тилтанули и грубо проиграли уже на месте, то Мемента... И стоит отметить, что эту игру Мемента играет не так, как прошлый. То есть, когда он ничего на карте, кроме вардинга, для своей команды не делал, но этот вардинг помогал Эмпайрам просто провести очень удачный early game. Сейчас же он пытается выгонкать. Меньше внимания уделяют вардингу и это работает. Мне кажется, он просто решил, что вардинг это вообще не опция. Ему надо рисковать, чтобы в игру вернуться, потому что... Это правильно, да, это есть. Ты можешь играть сейф его, когда ты играешь в ровном положении и знаешь, что ты сильнее противника окажешься на каком-то этапе игры. Если ты уже слабее, то твой лучший шанс возвращаться за счет агрессии. И Звени сейчас ровненько фармит с Лиссандрой. Зашли во вражеский лес, провардели его мементом вместе с Сантосом. Сейчас будет у них больше информации по нижней части карты. Ну и у Эмпайр так-то им надо посильнее инициативу в мидгейме захватывать. У них очень сильная связка. Единственное, что для этого, возможно, им придется где-то сгруппиться. Хотя бы привести на одну линию Лебланку или Сандру, потому что именно они обеспечивают этот бёрст мидгеймовый огромный. Кстати, схожая ситуация в этой игре, как было в прошлой, когда играли дифференшалы против команды Vega Squadron, только там, наоборот, оптимизация была у мидеров. Да, у мидеров. Да, но опять-таки особой разницы это не создает, потому что в дуэлях Эбисол намного сильнее, в тимфайтах Эбисол тоже сильнее, а вот вне тимфайтов на движениях на карте вот эти призраки, да, и сейчас палит Лазанью здесь паранойя. Ну и Поппи это не тот чемпион, который очень хорошо гонкает среднюю линию. Это как раз-таки самая проблемная линия для Поппи и больше внимания надо уделять сайд. О, извини, пытается заулынить Мумуса, замедляет его, прыгает в лок, проходит второй Витал, третий сейчас будет, ульта от Мумуса прошла, уходит отсюда Мемента, отфлэшивается Мумус, Лазанья сможет ли добраться до Лиссандры, добирается, забирает ее и это килл для Нави. И Саулюс пытался закрыть кого-то еще и не получилось. А вот то, о чем ты и говорил, Лиссандра не имеет права слишком далеко заходить против Фиоры, потому что в любой момент Фиора включает ультимейт и пытается даже в соло убить своего оппонента. Здесь, конечно, ошибка грубая, у тебя есть на базе Роа, возвращайся обратно, покупай немедленно. Со всех сторон это будет выгоднее, чем оставаться и рисковать. Хорошо, что еще кого-то не потеряли на этой агрессии Empire и отделались только одним киллом. О, гол, Азанья делает Геральда. Ну а Мемента пытается загонкать сейчас нижнюю линию. Играть по трешу не является возможным, вообще связку трешкалиста гонкать очень неприятно, потому что надо обязательно пытаться убивать Каллисту, при этом, чтобы треш не дал свой лантерн, потому что эта связка практически неубиваема. Ну, она более того, очень легко разворачивается на боте. Лазанья решил как-то поворовать у Фиоры фарм. Мы звенья, почему-то это ус... А, Лазанья дофармливал, видимо, не только Синдер Халк свой, но что-то еще. Может, чейнвестку? Возможно, при этом... А, там же перчатка, да, сейчас будет там, наверное. Ага. Ну, не-не-не, здесь очень надо Салари. Здесь перчатку он не имеет права сейчас собирать, потому что слишком много AP-дэмэджа сейчас у Эмпайр. Ну, и при этом не удивлюсь, если Винсент Вега, опять-таки, да, к тему того же магризиста, просто QSS там на полтора слота соберет, или уже даже на после первого слота очень часто это вот как раз Корея выглядит. Ну, у нас это не так принято, да, в Азии, например, QSS очень любят собирать после первого же предмета. Ультимейт по Винсенту проходит очень сильно, он не особо уворачивается от него и Лазанья кому-то раскручивает, кому этот предмета должен пройти. Ни по кому он не ударил. Так бы мог бы выиграть времени, в любом случае Эмпайр здесь вышку Т1 заберут. И, кстати, у них уже появляется преимущество в две башни. Правда, на топе там Фиору сейчас немножко беснуется, ее никто вообще не может показать. Ну, Муму сделал телепорт. Это возможность для новей, чтобы создать ситуацию, потому что противника нет ТП, дракон появился, и первый в дракон ранее достался именно на Ви. По фарму, кстати, Саулюс все больше и больше начинает лидировать. Если раньше там было 5-10 крипов, уже стало больше 20. Конечно, пока еще немного, но если в дальнейшем такие тенденции будут преследоваться, то может быть тоже проблемой для Эмпайр. Лазанья. Ай-яй-яй. Поймать Лазанью это святое. О боже, Лазанья очень сильно подставляется, подбрасывает паранойю, вердикт откатился уже, цепляет сейчас мидера Эмпайр, паранойя сильно просел, не умирает, очень мало ХП осталось. О боже, что там случилось сейчас вообще? Как они утянули так далеко звенья с собой? Но никого не получится. И звенья не репостом слишком много времени плевал. С кэш сыграл с флэша, но не смог дать хук из-за того, что моментально попал просто в контроль с Сантосом. Мне показалось или там позицию хорошую звенья нажал на фонарь и приполетел одновременно с ультимейтом Каллистой вперед и они просто его протащили через полкарты. Красиво, но неэффективно, потому что навис этого ничего не получили, а вот Эмпайр еще и умудрились и мидлейн продавить. Саулиус, Саулиус, ультимейт Лиссандры проходит, Саулиус, надо убегать, он пытается еще и с тобой как раз-таки отличие легионеров Эмпайр, потому что они явно понимают, что жаднее чуть не стоит. В обычной ситуации они бы полетели вдвоем просто добивать эту Арии и... И умерли бы вдвоем. Да, и это был бы размен 1 в 2. Здесь же они просто отступили. Это дорогого стоит, потому что решение они принимают действительно быстро. 3000 преимущества у Эмпайр уже сейчас. Все-таки сказываются три забранные башни. много времени на Ави потеряли на Драконах, много времени потеряли они пытаясь сделать ганки. Ну и Лазанья за время, пока Мемента помогал остальным линиям, он выформился и почти выровнялся по фарму. Теперь уже Лазанья в роли догоняющего справился со своей задачей. Ну здесь уже равенца по фарму она несущественна на практически всех линиях. То есть где-то лидирует одна команда, где-то другая и на золото как раз-таки не так сильно это все влияет. Агрессивный, очень Invaded Empire видит их здесь за счет синего Тринкета, который поставил Винсент Вега. И Саулиус заходит. Спирит Раш у Саулиуса есть, не стоит. Это просто не стоит делать. Но при этом в узких пространствах трэш Калиста и Поппи чувствуют себя слишком хорошо. Да и Ари сейчас она просто слишком опасный дамэдж-дилер, тем более, что билд у Саулиуса очень редкий нынче. Это абсолютно нон-КДР-овая Ари. Максимум, что у нее по КДР-у будет, это 15% за счет мастерок, ну в рунах, точнее, рун в мастерках почти никто на Ари не берет, конечно же, КДР. Звенья. Ну, да. Ультимейт Люцина. Бульбазавр. Такой был. Пощекотать, пощекотать. Ультанулы ради классов. Ну и, кстати, такая лоу-КДР Ари это как раз-таки наверное, взято с интервью последнего. Отличный ультимейт Лазани. Примерно похоже на ультимейт Бульбазавра по полезности. Ну и команды разошлись. Вышка падает в пользу Нави. Им нужно забрать еще две, и по золоту эта игра станет самой близкой за очень долгое время. Нужен один хороший тимфайл обеим командам. Сарю, кстати, умудрился попасть здесь чармом. Паранойя? Нет. Умудрился попасть цепью? Как же они все попадают, а толка никакого. Эффект просто одинаковый. Что там нет дэмэджа, что там все. Ты знаешь, Эмпайры не позволяют Нави играть в свою игру. Нави очень любят сумбур. Эмпайр не любят сумбур. Они стабилизировали игру, сделали немножко агрессии, когда это было нужно, а теперь они успокоили. Их игра против Vega Squadron была как раз такой. Ситуации бесконечных драк, где они происходили просто в разных частях карты, и драки были ради драк. То есть объекты никакие не забирались. Они могут, да, но это не... Умеют, могут. Они стараются все-таки по возможности играть более осторожно, и Мементо с Мумусом здесь явно оказали свое влияние. Кстати, вот те самые лоу-эко-билды, о которых ты говорил сегодня, Войт Став появляется на Рободон выходить долго. Они не хотят повторять ошибки прошлой игры. Да. Но при этом нельзя сказать, что там прям слишком много магризиста, но он скоро появится, а это значит, что... Здесь хотя бы есть... Всегда теперь уже будет урон у этих магов, и это просто важно, чтобы ты знал, что кто бы ни остался, если он будет на лоу-хп, ты его убьешь. Ну, а Винсент со с кэшем продолжает просто прессинговать Винсент просто боковые линии. Съел столько миньонов за эту игру. 211 за 22. Это огромный показатель на колисте, который... На целых 6 больше, чем 205 за 22. У Саулиуса? Да. Ну, да. Я просто про то, что он действительно очень... Он бегал, рефармил всю всю игру. Да, да, да. Но ему позволили, а Бульбазавру нет. Бульбазавр, кстати, не первая игра, когда его одешник перефармливает на 53 пол. Он немножко больше с командой передвигается, за счет этого, конечно, Эмпайр попутит. С полыша Мумус играет по Винсенту Веге, биндинг туда же, где же QSS? А нет, QSS это... И теперь Нави проблемы, их одешник мертв. Звей недолго тут кайтить не сможет, заходит драку еще и Лазанья. Появляется Саулиус, а это шанс для Нави. Мумус тоже просел, но появляется паранойя Эмпайр. Могут закончить эту драку достаточно чистым. Мемента выживает, остается только один Лазанья. Этим легенцом ты больше никого не убьешь, говорит команда Эмпайр. Минус Лолипопи и размен выходит 4 в 1. И это тот тимфайт, который так был необходим одной из команд Эмпайр выходит победителем из него. Счет становится 4-7 и преимущество сильнее теперь. И это та причина, по которой мне не нравится, когда АДшники затягивают свой QSS против Лиссандры. Это в мидгейме такие возможности безграничные для нее открывает. Тем более, когда там есть еще и Маргана, еще и Лебланка. Они так легко могут создать цепь крауд-контроля, но это ошибка. Это та ситуация, когда команда проигрывает тимфайт, а звенья не приходят в него. Но он там ничего не мог изменить. Но если бы раньше пришел, вполне мог, как раз на врыв Саулюса. Потому что телепорт у него был. Здесь еще один большой пак крипов к инценту достается. Надо попытаться как можно скорее получить ему как раз таки QSS, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не было. Ты знаешь, кстати, как АД предмет, в этой игре очень неплохо зайдет Малмортиус, потому что магического урона будет много до конца игры. QSS, как бы, это круто, но Малмортиус сдаст тебе флотовый армпен, который прекрасно работает против сетапа, где армора будет только у Риксай вообще. Так что умом у Сауи будет какой-то армор, потому что у него Жоня. Понятно, что Жоня... Но Жоня, да, ее тяжело считать настолько, что это не является настолько сильным армор предметом. Вообще, Жоня, единственная причина, по которой этот предмет до сих пор собирают, несмотря на его цену, это просто активка. Это одна из самых сильных активок на предметах в игре. Дракон очень лоу хп, забирают его Эмпайр, и Скэш подставляется, пошел вердикт мимо всех. Будет ли забрасывать Винсент своего саппорта? Нет, не стали Нави играть в агрессию. Ну, а Мемента уже достаточно затанкованный, чтобы ловить такие чарные. И Нави теряют последний пункт, по которому они были впереди, Драконы, потому что Лазанья... Лазанья ловит здесь и Мумуса, и Мемента. У Мемента могут быть проблемы, Александра идет вперед, вот Скэш просел достаточно сильно, Винсент настреливает, и Мумус сейчас может очень быстро умереть, но успевает ультануть. Саулюс пытается сыграть по бульбе, паранойя добивает Винсента Вегу, Звени тоже сильно просел, по Мементу пытается сыграть, Лазанья уже умер. Какой тонкий файт от Эмпайр, Саулюс попадает по паранойи, но паранойя выживает, Биннинг ни в кого, как долго, и на каких лоу хп живут Эмпайр? Реенгейдж? Нет, Реенгейджа. Слишком мало хп, и здесь любой таун, ну точнее, любой контроль по Мумусу его бы просто моментально убили. Просто здесь можно хайлайты делать по игре Мементу, потому что из каждого тимфайта он уходит буквально на 100-150 хп, то есть одна автоатака от АДК или спелка, и он был бы мертв, но он всегда рассчитывает и выходит в самый нужный момент. Ну и бульбазавр убийца, потому что он полетел просто вперед на Калисту, дал по ней несколько автоатак, и паранойя просто добил. Кстати, доджил как раз-таки своим дэшем спелы, и это тоже приятно видеть, что бульбазавр находится в отличной форме. Здесь тимфайт, конечно, получилось разыграть здорово в Эмпайр, просто потому что Мумус за счет своей жони и ультимейта очень много времени выиграл для паранойи, который смог убить Калисту, и Калисту вновь в тимфайте не сделала ровным счетом ничего. Несмотря на весь свой фарм, то есть вы отдаете своему стрелку весь фарм, который можете найти, а толку от этого просто никакого. Да. Ну и, конечно, не хватило ультимейта Поппи, который мог бы как-то попытаться перевернуть эту драку. Ну просто за счет того, чтобы команда осталась в численном преимуществе. Пока что у Лазаньи не получается такая же качественная игра на Поппи, как была, допустим, у Занзары. У Занзары, у Симфони на первой неделе. Да, да. А, у Симфони тоже, да, кстати, действительно было очень сильно. Ну, Лазаньи себе просто не знает, что он должен делать, мне кажется. Он пытается там... Он на мидлейне очень много времени тратил в этой игре. Ну а вообще, на мидлейне Поппи может разыгрываться там с единицами персонажей, ну там, с какой-нибудь Аниви, например. Вот с ней она может пытаться как-то разыграть. Что и делали Вега с Квадромом. Да, или пытаться разыгрывать с тем мидером, который дает тебе абсолютно все, а тебе просто надо прийти и долить немножко урона. Ну там, та же самая Лебланка. А в матчапе Ариэлбе ты ни в одну, ни в другую сторону за Поппи сделать просто ничего не можешь. Слишком мобильные персонажи. Продолжают оставаться на мидлейне на Ави четвером. На топлейне находится Звени, пытается забрать вышку. Там приходит Мемента на деф, у него есть ультимейт, если что, и он к своей команде сможет вернуться. Вороная сильно просел. Ну, Бульбазавр на этот раз дал хороший ультимейт и помог просто задехать своего мидера. Ну сейчас момент, когда у Эмпайр все круто, но на Ави игру еще не проиграли. И там у Ари Рободон, у Каллисты свифты плюс QSS. Сейчас главное не подставиться, потому что Паранойя бэкается с фулл хп и Эмпайр скорее всего захотят ингейджить. Потому что хотя нет, у Звени уже есть телепорт. Да, у Звени есть телепорт. А Мемента сюда подходит уже. Надо отступать. Появляется у Сантоса сейчас Крусабл. Не так много прям какого-то жесткого контроля, который можно снять, но есть принципиально важные. То есть Чар Вари, Стан Поппи и так далее. Это очень важно, чтобы спасти Бульбазавра, который в принципе может здесь играть и по бэклайну тоже. Потому что хорошо расфиженный Люциан, он сквишей разрывает на мелкие куски. Теперь у Винсента есть другая проблема. Да, конечно, контроль на него не будет так хорошо действовать, потому что у него появляется QSS. А вот ЛБ сможет его убивать. И это тоже неприятно. Малмортиус. Малмортиус нужен, но денег на дороге не валяются. Ну, на самом деле здесь много чего можно собрать. Да, и тот же самый БТ нормальным выбором был бы и там дособрать с Кемитар можно абсолютно спокойно. И даже просто Баньшу взять тоже как опция, потому что от Винсента нужно хотя бы что-то. Он не дает в тимфайтах ровным счетом ничего сейчас. Опять хороший ультимейт Бульбазавра. Просел Сауриус достаточно сильно. Бульбазавра выкидывает. Выкидывает. Лазанье цепляет. Опасно играть здесь дальше. Идет ультимейт от Мумуса. Ему как же забрать. Лазанье в минусы уходит. Как круто играют Эмпайры. С Кэш подставляется тоже все. Ага, Фейтскол не успел нажать Винсентвега. Странно, редкая ошибка. Это очень странно, да, потому что С Кэш здесь умер не моментально. Все-таки в него влетел уже контроль и стоило его просто вытягивать. На первых парах ты мог оправдываться, что ты не можешь утягивать саппорт, который в контроле. А, звенья просто продолжают сплитпушить в этой игре. Эмпайр сейчас пытается забрать Нашора и это опасно. Да. И посмотрим, что здесь получится у Нави. Винсентвега все еще с предметами все еще может что-то придумать. Много хп уже потратили. Слишком перетанчили. Надо отступать и Нашор ресетится. Да. При этом большой пак крипов сейчас на нижней линии появляется для Эмпайр, а вот вышка потеряет много хп. И в этой ситуации Нави выходят победителями. Ну, они как бы начали с плохой ситуацией, вырулили хорошо достаточно Нави. Винсент пытается еще украсть синий баф. Ну, а там подходит паранойя. Пошли призраки. И все-таки Калисто забирает баф. Да. Но выживает и уходит. Здесь очень, конечно, сейчас сложно будет Нави камбэкнуться, потому что пока игра у них не идет. Там еще и звенья выходят. Звенья очень много слотов одновременно выходят, за счет чего чистые слоты у него появятся еще не вскоро. Просто Блэк Кливер очень крут, когда он собран до конца. А Хикс Дринкер не особо... Ой, Саулюс! Саулюс умирает! Лазаньи отправляет всех куда подальше, но толку от этого опять-таки никакого. И ты знаешь, Саулюс проводит свою первую неудачную игру, потому что даже в матче против Ашер Саулюс смотрелся неплохо. Сегодня он очень много подставляется на арие. Каким же хорошим приобретением для команды Эмпайр были два легионера Мемента и Мумус. Просто каждая игра от них она действительно... И пытаются контестить Барона сейчас на Ави. Паранойя сильно просел. Здесь параллельно в другой части драки Винсент Вега пытается настрелять. У Мумуса нет ультимейт, он и Винсент не должен стоять на месте. Он пытается кайсить, умирает, Лебланк и Винсент и Вегас забирают. Остается только Звени и где-то там еще вдалеке Лазанья. Звени пытаются доловить, Бульбазавр за ним гонится. Кстати, Звени может попробовать по кому-то развернуться. Это хоть какой-то шанс кого-то убить. Звени даже не потратил ультимейт в драке. Как это вообще может быть? Лазанья выживает один, у Мемента достаточно хп, чтобы затанковать с этого Нашора, а демеджа здесь конечно же хватит. Это одного только Бульбазавра хватило бы. Выигрышный тимфайт плюс Нашорт для Эмпайр это еще сильнее усложняет всю ситуацию. Что-то очень странное здесь произошло с командой Нави. Поймал Мемента с хэш, но Винсент он так долго простоял на месте и по-моему QSS прожал неудачно тоже. Нас тем временем здесь Поппи забирает барона! Стойте погодите-ка что происходит Эмпайр? Не надо выбрасывать было эту игру они умирают все и на вид забирают барона! Трэшу Скалистый ты достался барон баф или нет? Вот это главный вопрос. Хочешь проиграть игру? Иди бери на Шора. Даааа Как бы это правило не сыграло злую шутку с командой Эмпайр потому что было бы реально очень обидно А вот и золотишко подкатило у Винсента сейчас и Малмортиус появится у Винсента сейчас и Скимитар появится при этом здесь уже пару пауэрплей получается что-то в районе там трех тысяч Это уже сейчас да он далеко не доигранный до конца Паранойя Ох Ох Скэш Ну вот это расфейцпол вовремя Но Паранойя Дисторшн свой не тратил Да все-таки давайте посмотрим что у нас здесь произошло Не получилось все-таки забурстить и здесь ситуация вышла 50 на 50 как ни странно потому что Лазанья уже смог добежать дополнительных каких-то дэмэдж сорсов по типу калисты у Эмпайр не оказалось и просто Лазанья пересмайтил Мумуса не получилось задержать как можно дольше эту попи но но все-таки да несмотря на то что и Эмпайр и Вейвиктис смотрятся лучше чем мы от них ожидали есть причина по которой Вейвиктис все-таки 3-0 уже а Эмпайр все еще могут закончить вот этот игровой день с общим счетом 1-2 по-моему подлагнуло и Мумента потому что как-то странно встал и вот эта ошибка была очень серьезной она может стать критической потому что она опять дает время и ну Эмпайр все больше и больше возможностей для того чтобы самим ошибку допустить да и скейлинг опять-таки скейлинг у этой команды не самый лучший но при этом у Нави все больше и больше Magic Resist появляется они сейчас действительно много золота отыграли и в следующий файт уже будет практически на равных главный просто вопрос может ли вообще хоть как-то Вульбазавр выживать в драках где есть Поппи Фиора и Калис забрасывающий по-моему это правило пока что работает относительно Винсент Веге посильнее да ну пока Винсент проводит очень свою неудачную игру при этом очень много по нему приходится внимания и Лиссандра ЛБ которые всегда пытаются тебя убить это действительно большая проблема ну опять-таки тут нельзя оправдываться абсолютно никакими сетапами потому что ты играешь на Калисте если Калиста не может в этих ситуациях выживать это просто ошибки Калиста не более того потому что это самый живучий адекерри по-моему из всех не считая Грейвса потому что Грейвса сейчас как и адекерри воспринимать очень сложно так и есть да потому что у него там количество резистов которые он может себе привести с парой ешек это ну и постоянно аутфарм потому что против него сейчас очень сложно смотреть на линии все-таки как ни странно даже после нерфов внезапное появление Грейвса то есть он был так на грани в лесу на него смотрели смотрели а потом хопа топлейновый Грейвс лучший пик в игре очень интересно на самом деле этот сезон он невероятно интересный хотя первоначально казалось это очень часовый пик сейчас его используют на постоянной везде везде практически я думаю что потом мы будем вспоминать об этом и говорить как и недоразумение потому что помнишь времена когда Грейвс был топером это было так странно с другой стороны Лула как и старая Крин а Лулу которая была и задумана как саппорт уже не играется на позиции саппорта там три сезона да давайте посмотрим тут у нас реплей вот этот что произошло все-таки перед бароном да потому что интересная ситуация получилась драка первоначально была выиграна Эмпайрами как-то слишком просто с учетом того что здесь Лазанья здорово сыграл по паранойи сразу же моментально ответил на дисторшн но демеджа не хватило убить там Круса был очень крутой еще зашел Винсент почему он стоит потому что Сантос попал по нему биндингом и Винсент не прожал к USS либо же был как как раз таки уже прожат ну и в итоге здесь просто драка очень быстро начала зачищаться в пользу Эмпайр в Звене здесь уже просто не было возможности тоже выжить хотя странно то что у него все еще был ультимейт как-то по ощущениям Эмпайр играют круто нет спора с этим но Нави не дают бой который мы от них ждем сейчас то есть они играют ниже наверное уровня ожиданий уровня ожиданий но здесь скорее важно то что от Эмпайр никто не ожидал такой игры первоначально ну уже к этой неделе все таки это менее меньше сюрприз потому что вот на первой неделе как круто могут два легионера поменять всю команду причем и Бульбазавр и Паранойя и Сантос ну Сантос давно был около сцены и все от него ждали хорошей игры Бульбазавр с Паранойя последние сезоны проводили крайне неудачно даже несмотря на то что иногда там они доходили до достаточно высоких позиций на старсерии но в этой команде все они смотрятся круто и это говорит многое о такой вещи как шутколинг потому что в одной команде Бульбазавр ну и тренировки да конечно ну и Нави это как раз та команда против которой надо всегда аккуратно играть экс-дельфины как раз таки ранее ГПХ это та команда которая постоянно борется то есть они не тилтуют практически бывают редкие исключения это значит это как Халк мой секрет в том что я всегда на тилте и просто превращается в зеленого и бежит крушить Нью-Йорк да потому что эта команда всегда пытается как-то отыграться всегда пытается камбэкнуться и если в какой-то момент ты растерялся как допустим здесь ну не получилось у них засмайтить этого барона а в итоге Нави сейчас отыгрываются очень-очень сильно так у них в принципе от этого плейстайл и строится то есть это команда в которой вечно творится хаос которая играет очень агрессивно и если у них с самого начала игра идет против них играть практически невозможно но это самая большая вообще сложность исторически да если вот задуматься в чем сила Лазани и в чем сила его команд не в том что у Лазани какая-то невероятная механика я не знаю или чемпион пул глубокий нет и нет категорически нет то есть это не то что про него можно сказать против Лазани опасно играть агрессивно потому что он всегда принимает твою агрессию и это вот это как раз чистейшая монетка но Лазани согласен у него такие игроки которые по механике или по опыту они как-то могут придумать как это разыграть но если ты вдруг играешь пассивно и раскрываешь ему там возможности какого-то чизового шотколинга типа там внезапного барона или внезапного там бейзрейса Лазани и его принимает это главная опасность этого игрока он знает как разыгрывать нестандартные ситуации и он все делает для того чтобы в играх эти нестандартные ситуации возникли самое обидное то что у него получается ни у кого не получается у Лазани получается из сезона в сезон и главное чтобы он смог поддерживать именно тот плейстайл который выбрал первоначально и вокруг которого строится вся его команда потому что если ты не можешь играть так же как играет Лазани в чем была одна из проблем Фомки потому что Фомка он такой консервативный действительно игрок который любит выформить построить правильно он очень инновационный то есть он берет новый пик и легко сразу его играет но он очень консервативный в том как он этот новый пик при этом от плейстайла собственный плейстайл который присутствует практически на всех чемпионах и так и выходит да ну посмотрим конечно сейчас Нави идут 1-1 и все пока идет к тому что это может стать 1-2 завтра то же самое касается в принципе команда Empire то что они сейчас тоже идут 1-1 и все может стать как 1-2 просто у них расписание очень непростое стоит заметить потому что у Empire как раз Na'Vi у Empire уже были Tornado Rocks и единственная команда с которой все было хотя опять-таки Vega Squadron но это очень сложное расписание у Empire еще предстоят игры против таких команд как Differential против таких команд как Just и там Empire смогут себя проявить да так что сетки разные и в любом случае после первого круга будет понятно какая команда уже действительно претендует на выход на лан-финалы у нас там недоразумение небольшое произошло сейчас мы выясним все по-моему готовы стартовать нам просто надо продолжать эту игру да мы готовы продолжать дамы и господа Na'Vi против Empire 34-ая минута в игре 8-16 по золоту 55 на 58 только что Na'Vi забрали барона и это все что вам нужно знать для того чтобы снова окунуться в эту игру быть в курсе этой игры и по некоторым кстати показателям здесь Saulus очень сильно лидирует по фарму уже 17 уровня по отношению к параной да у него есть 17 уровень по предметам у него все в порядке потому что 300 фарма это немало действительно то же самое касается и Винсента правда у Винсента счет гораздо хуже чем у Бульбазаура поэтому по итомизации он никак не лидирует ну они просто идут ровненько я немало наблюдал вообще за сулокью Saulus'а когда он только-только объявили мне было интересно что же за игрок которого Лазанья нашел себе на среднюю линию и тенденция говорит о том что Saulus он очень-очень-очень старается вот он именно что подходит по силе игры команды окей меня поубивали я буду фармить если я получил киллы я буду убивать то есть он использует каждую возможность чтобы в игре оставаться релевантным это очень сильная сторона этого игрока в ЛБ конечно тоже очень много демеджа уже и если вот такой харас как-то не наказывает за него то могут быть проблемы пытается Мумус влететь но это слишком было очевидно и он не прочитал эту ситуацию при этом Мементо прочитал что его ой точнее Мумус прочитал что его прочитают кстати Релай собирает Saulus не такой частый сейчас предмет на Арии Жонни у него при этом долго не будет но опять-таки как же больно оп Saulus прожимает на него Крусабл Мементо идет в engage при этом поставляется сильно но подбрасывает троих очень сильно просел Рик Сай опять вышел из драки но как это делает Мементо правда теперь у Эмпайр все не очень хорошо потому что их лесник на лоу хп но есть твой драж у них есть другие возможности сейчас просто навязать драку и на Ави очень много уже прожали кулдаунов Крусабл имеет громадный кулдаун в 3 минуты сопоставимый с аммандером правда ну помимо Крусабла они прожали 4 ультимейта а у Эмпайр только Бульбазавр есть такое дело ой 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 Бульбазавр встревает его могут поймать его могут убить но он выфлешивается скэш ловит очень много урона Санто сильно просел ловит опять Мементо на мементо на фул хп очень знакомый паранойя пытается раздамажиться его не успели поймать и Эмпайр выходит из драки так же красиво как они в нее встряли не ловят здесь лозанья бинзинг и Эмпайр вновь не хотят энгейджить хотя бы Бульбазавр уже отхилился и можно было попытаться потому что странно так там телепорт от Фиоры заезжает а ну вот здесь сыграла роль прочитали просто звенья и не удалось у него заэнгейджить вновь это тот редкий случай когда на Ви напоминают команду Alliance прошлого сезона куча фарма куча просто предметов у кэри и они ничего не могут сделать в игре просто потому что не получается правильно построить драку так как это нужно команде ну и тут конечно вопрос к колеснику потому что ну геймплей на Попе у Лазаньи слишком прямолинейный он слишком предсказуемый он ничего не может сделать да но правда итемизация уже есть здесь уже важно как именно он играет на этом чемпионе сможет ли он давать хороший контроль в драке давать хорошие ультимейты от этого действительно многое зависит потому что у Попе есть возможности ловить таких чемпионов как допустим ЛБ как Рик Сай которые не смогут далеко уйти и дэшнуться как-то через Попе ну то же самое касается и Люциона кстати поэтому хорошая позиция хорошая инициация смогут как раз таки помочь ему засиять в тимфайтах Мемента приходит на отпуш топ линии сейчас билд Звени который он выбрал он очень сильно ну бьет по танкованности команды потому что у него нет пула ХП то есть он может танковать даже допустим Лиссандро нет пула ХП у Звени есть но Блэк Ливер он мог бы уже иметь визаж к этому моменту здесь есть проблема то что у него полноценных хороших предметов пока что только 2 это уже 38 минута ну и опять таки КДР недостаканный до конца Малмортиус как полноценный предмет на Фиору очень опасен 3 дэмэдж слота которые ты собираешь это опасно этот билд действительно очень агрессивен кстати появляется Релай наконец-то у Саулиуса и это 5 слотов ну такое количество фарма конечно это неприятно Саулиус покупает 5 слотов и печеньки никаких пингвардов только печеньки ну печеньки для постоянного состояния потому что Паранойя играет в агрессию и всегда пытается прохарасить Саулиус поэтому выбор печенья инициация от Нави Винцент пытается забросить с кэш и ловит Паранойю слегка Паранойя выфлешивается хук мимо теперь уже разворот может быть от Эмпайр но там Сантос уже умер и кстати говоря тоже судьба может простигнуть Паранойю минус Паранойя как Нави это делают боже мой минус мумус минус 3 за секунду вот это инициация Винцент ждал всю игру чтобы сделать один хороший мув и с этого мува выиграть всю игру для своей команды возможно совершенно не ожидали этого Эмпайр это из разряда вы думали я играю плохо нет я вас просто байтил в нужный момент я выиграю эту игру и сейчас кстати есть очень хорошие шансы закончить ее потому что дестаймеры очень большие да это проблема команды Эмпайр Бурбазавру надо убить всех но это непросто это просто практически невозможно идут Нексус башни Мемента идет вперед не подбрасывает двинец аниса Бульба минус Бульба и это победа для Нави кто бы мог подумать что в этом матче когда все уже шло в пользу Эмпайр минус Мемента Нави творят что-то невероятное но это просто в это невозможно поверить что вот так легко и просто когда Эмпайр так круто строили всю игру одна единственная ошибка да Лазанье имеет право потанцевать этим леденцом потому что они выиграли этот матч хотя проигрывали его и должны были проиграть подведем